Андрей, добрый день. Здравствуйте, Екатерина. Рада приветствовать вас в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, вкратце о вашей компании. Компания Диполь это один из ведущих отраслевых технологических интеграторов. В первую очередь мы работаем с предприятиями электронной промышленности, приборостроения, но помимо этого мы реализуем целый ряд проектов в автомобильной отрасли, авиастроении, космосе, энергетике и так далее. Мы являемся компанией, которая не только поставляет оборудование и сопровождает потом его работу, но и мы имеем также собственное производство, достаточно крупное производство. Это в первую очередь промышленная мебель. Мы оснащаем большое количество рабочих мест. Это порядка, наверное, в прошлом году порядка 15 тысяч рабочих мест в основном в электронике. Было поставлено, произведено и поставлено наша компания. Всего у нас работает порядка 450 человек, но мы сейчас активно наращиваем свои как производственные мощности, так и естественно расширяем штат под новые, скажем так, новые вызовы, новые задачи и увеличивающееся количество задач по сервису и внедрению. С какими задачами, новыми и целями в этом году вы участвуете на выставке? Ну, Экспоэлектроника для нас это, конечно, в первую очередь прекрасная возможность пообщаться с большим количеством наших постоянных ключевых заказчиков, продемонстрировать им какие-то наши новые продукты, решения. Конечно, это имиджевая составляющая. Как правило, мы на Экспоэлектронике занимаем одну из ведущих позиций и для наших заказчиков, для крупных серьезных предприятий, безусловно, важно видеть, что они работают с надежными поставщиками, которые из года в год демонстрируют стабильные результаты, стабильное развитие и тем самым они получают, скажем так, уверенность в том, что с нами работать надежно и безопасно. Помимо этого, конечно, мы демонстрируем новые продукты решения и собственного производства, и какие-то новые зарубежные высокотехнологичные продукты и решения. В этом году у нас серьезный акцент сделан на собственные программные продукты, вот, и это очень важно, потому что софт это, в общем, в первую очередь то, что страдает от санкций. Вот, целый ряд сейчас, целый ряд западных программных решений ушел с рынка, нет возможности купить лицензии, нет возможности обновить что-то, нет поддержки, поэтому импортозамещение какое-то, извините за банальную формулировку, в части программного обеспечения, это все-таки одна из ключевых задач, и здесь мы работаем в двух направлениях. Это, во-первых, программное обеспечение по управлению производством, это система купол, и второе, это программное обеспечение по автоматизации измерений, это замещение, ну, известнейшего пакета labview, который ушел с рынка, вот, это, в общем, то, что тоже очень востребовано сейчас у нас в отрасли. Вы видите в этой нише растущий спрос? Безусловно, потому что постоянно будет происходить какое-то уменьшение количества работающих лицензий, да, и постоянно спрос на новые, которые надо чем-то заполнять. Помимо этого, все-таки вопрос программного обеспечения, он в некотором смысле стратегически долгоиграющий, поскольку с этим программным обеспечением людям предстоит работать и завтра, и там через несколько лет, да, то здесь будет обязательно с нашей стороны программа сотрудничества с вузами, мы потихоньку уже начинаем это реализовывать, вот, и все, наверное, ведущие вузы, которые обучают по специальностям, связанным с электроникой, в первую очередь, да, будут здесь задействованы. Скажите, пожалуйста, чувствуете ли вы какую-то кадровую проблему? И если да, то как вы ее сейчас решаете? Кадровые проблемы, честно говоря, мы чувствуем всегда. Для нас очень важно быть, что называется, в авангарде, в технологическом. Все-таки мы компании, которые позиционируют себя, как минимум, как поставщик знаний, как поставщик технологий, поэтому, в первую очередь, заказчики наши потенциальные, там, они приходят к нам за знаниями, они приходят к нам с вопросами. Естественно, мы должны всегда поддерживать у себя такой уровень компетенций, чтобы мы были способны ответить на эти вопросы, чтобы мы всегда, скажем так, опережали потребности российского рынка, да, для этого наши специалисты, они, естественно, должны быть, ну, не в обиду никому, да, но наголову выше всех остальных, по крайней мере, мы к этому стремимся. Конечно, привлечь таких специалистов на работу крайне трудно, потому что, во-первых, их крайне мало, вот, и, во-вторых, понятно, что люди знают себе цену, вот, и приходится, ну, достаточно серьезно тут вести работу по привлечению специально, вот, поэтому это есть всегда, это было всегда, и, наверное, это будет всегда, вот, ну, очень хочется надеяться, что, приходя в компанию Депо, люди все-таки ориентируются на сильный бренд, на сильное название компании, вот, и, в общем-то, приходят с желанием работать именно у нас, вот, такие тенденции тоже есть, слава богу, вот, и я, я думаю, что не покривлю душой, если скажу, что наши специалисты, это действительно люди высокого уровня, в первую очередь, в первую очередь, конечно, обладающие высочайшими техническими компетенциями. Скажите, пожалуйста, с какими-то зарубежными партнерами сейчас развиваете сотрудничество? Да, безусловно, и тут даже не в силу того, что, там, мы как-то не хотим развивать свое, в любом случае, политика, там, какой-то закрытости, ну, она, наверное, не приведет ни к чему хорошему, да, и в любом случае, надо, надо перенимать, перенимать успешный опыт, да, мы делали всегда это, но ориентируясь на Запад, вот, как все-таки на более продвинутые технологические, там, скажем, страны, да, сейчас мы, ну, отчасти вынуждены, да, переориентируемся на партнеров из других стран, да, это Восток, ну, конечно, во многом это Китай, вот, Китай технологически вырос просто феноменально, вот, и, в общем-то, там есть чему поучиться, и не только нам, но, в общем-то, сейчас даже, и каким-то западным, там, технологическим компаниям, вот, поэтому развивать такое совершенно необходимо, и да, мы это делаем, и уже, в общем-то, целый год мы делаем это достаточно успешно, вот, что позволило нам, в общем-то, и достичь хороших результатов в прошлом году, и сделать очень, очень серьезный задел на, как минимум, на 2-3 года вперед сейчас. Нам есть, что принести нашим заказчикам, нам есть, что им показать, собственно, мы сейчас очень плотно работаем там с всеми партнерами по сервисной интеграции, да, для того, чтобы мы могли не просто привезти какие-то единицы оборудования, да, чтобы мы могли их успешно внедрить, пусконаладить, сопровождать, и, конечно, потом оказывать весь комплекс гарантийной, там, постгарантийной сервисной поддержки. Вот, это для нас крайне важно сосредотачивать в своих руках сервис, вот, поэтому подготовительная фаза, она тоже достаточно длинная и серьезная, вот, но сейчас можно сказать, что мы, в общем, готовы к, наверное, большинству потенциальных вызовов, скажем, задач российского рынка. В этом году выставке «Юбилейный год» исполняется 25 лет. Что бы вы хотели пожелать участникам и отрасли, и выставке в связи с этим юбилеем? В первую очередь, конечно, хочется поздравить с таким юбилеем, вот, для, конечно, российского бизнеса, для российского рынка это очень серьезная, знаковая цифра. Очень приятно, что выставка «Электроника», «Электронтехэкспо», она с годами только растет, растет качественно, да, мы видим здесь и новые компании, мы видим здесь иностранные компании, иностранных партнеров, и это прекрасно, вот. И хочется пожелать дальнейшего роста, развития, и, как это ни парадоксально, привлекайте как можно больше компаний, конкурентов и так далее. Редактор субтитров А.Семкин